Здравствуйте, дорогие любители постмодерна. Я не любитель постмодерна. Как вы наверняка заметили, но... Я не замечаю ничего. Этот самый постмодерн весьма токсичная эпоха. В ней нет места возвышенному, сакральному. Есть. Есть место и возвышенному, и сакральному. Христианство всё ещё существует, ислам всё ещё существует. Да на самом деле, если вы возьмёте эти каноны постмодерна и пропустите их через современное общество, под эти каноны попадут буквально человек, наверное, ну... процентов 5 от силы, 5 процентов. Большинству людей свойственен тот или иной метанарратив. Ну, начнём с того, что наука уже метанарратив, правильно? Наука метанарратив. Что говорить о других-то вещах? Что говорить о других вещах непосредственно? Религиях всяких, философиях. Метанарративов сейчас полно, прошу прощения, Ретарха. Наши вдохновенные идеалы объявлены тоталитарной ерундой. Нет, ваши! Прошу прощения, Ретарха. Ваши идеалы, конкретно ваши идеалы, тоталитарные, объявлены ерундой. Вот конкретно, вот твои. Вот твои и некоторых других ещё людей, объявленные, вот да, ерундой. Действительно. А есть другие метанарративы, другие идеалы, которые ещё не объявлены ерундой. Ну, по крайней мере, ну, не тоталитарной. Великие идеи никчёмной химерой, за которой даже не стоит гоняться. А твёрдые принципы глупостью и наивностью, от которой стоит отказаться во благо личному успеху. Я не согласен, истинно, что эти 5% держат соцсети и СМИ. Абсолютно с вами не согласен. У нас есть, не знаю, Спас, канал Спас. Вот духовный полностью канал. Целый. Есть огромное количество книг, которые вы можете прочитать. Есть христиане, христианские философы, философы религии. Их просто до жопы. Их вот так вот много. Их куча. Книги есть всякие, православно-коммунистические. Их тоже куча. Огромное количество книг. Приветствую, Артур. Просто колоссальное количество книг. У нас один из самых знаменитых писателей в России, Захар Прилепин. В нём постмодерна вообще нет. В нём нет никакого постмодерна. Истерн пишет, ну попробуй против ЛГБТ на Твиче сказать. Я против ЛГБТ. Всё, победа. Да, от человека остаётся потребитель, от культуры симулякры. Но об этих сторонах постепохи в том или ином ключе мы уже говорили, причём не раз. А вот о чём пока не успели поговорить, так это о тех, кого теперь принято называть простыми. Простые люди. Ну, как будто есть какие-то превелико-особенные. В общем, простые люди. Что, казалось бы, простой человек может противопоставить миру цинизма, иронии, меркантильности и честности. Так у нас нет мира цинизма, иронии, меркантильности. Мне вообще на самом деле кажется, что ёбаный постмодерн придумали именно всякие там коммунисты, марксисты и прочие чмошники, которые хотят пожаловаться на то, смотрите, какое злое и меркантильное общество против нас, таких высокодуховных, таких хороших. Ну, это просто так и работает. И христиане, опять же, о боже мой, о боже мой, какое прогнившее общество, какие все вокруг циничные уроды, боже мой, о господи. Люди впервые попали, в общем, в мир, в котором имеется несколько разных позиций, несколько разных точек зрения, противоречащих друг другу. И все точки зрения, которые не сходятся с их точкой зрения, они просто автоматически называют цинизм, меркантильно, плохо, ужасно. Ну, то есть, понимаете, какая смешная паника, вот что они считают постмодернизмом? Все, кроме вот своей собственной позиции. Это же действительно, ну, смехотворно, на мой взгляд, это реально смехотворно. Вообще, сам термин постмодернизм, он используется всегда в негативном аспекте, во-первых, практически всегда, по большей части. Ну и, соответственно, соответственно, вот у нас высокие идеалы, да, высокие-высокие идеалы. А вот сейчас такие непопулярные, а что же нам, бедным, с высокими идеалами делать? Пост-эпоха, да, пост-эпоха. И прочими видами покойников, которых уже ничто не прошибает и ничто не вдохновляет, ну, разве что, кроме удачно взятой Номикой Бэхи. Но ведь не все такие. Некоторым же удается как-то сохранить в себе человека, сохранить в себе... Паука. Романтика. Человека. Паука. Ну да. Да. И именно о них, о простых людях, которым теперь все сложнее и сложнее сохранить в себе запал, ну, хоть на что-нибудь, на любовь, на трагедию, на свершение, на что-нибудь. О тех, кто смог устоять, о тех, кто вопреки остается устремленными к великому и прекрасному. О романтиках нашего токсичного века. О том, что это вообще означает быть романтиком, и почему так важно сохранить в себе... Кстати, я реально заметил, что многие коммунисты, они делают такой прекрасный, красивый референс к романтизму, мол, они тоже романтики. Я видел одного чувака, поэта, романтика, ну, Ланселот, мы уже разбирали его тексты, достаточно давно, на самом деле. И его тексты, и его видео по поэзии. Ну, то есть, человек пишет очень плохие стихи, во-первых, начнем с этого. Очень плохие, тривиальные, неинтересные стихи. При этом является коммунистом. И он очень хочет провести вот этот параллель между коммунизмом с его романтическим, идеалистическим настроем, да, и романтизмом непосредственно. Хотя, наверное, исконные романтики, они, может быть, были бы скорее против коммунизма, но это уже другой вопрос, да. С другой стороны, есть современный поэт, тоже абсолютно бездарный, пишет плохо, с техникой все плохо, пишет в основном про то, как он там совокупляется с подростками, малолетними девочками. Ну, такая вот дешевая, легкая поэзия для умственно отсталых, да, Арчет. И он, в общем-то... Спасибо, Кальмарчик, не одобряем, не одобряем. Сократ урод, мне его не жалко, я бы и сам его с удовольствием убил, не одобряем. Так вот, Кальмарчик, вы злой, вы злой, не надо убивать Сократа, он и так умер. Так вот, относительно Арчета, тоже коммунист, не поэт и коммунист. Как же заебали коммунисты. Тебе это ныне считающаяся бессмысленной частичкой человечности. Мы сегодня и поговорим. И знаете, для начала можно было бы, конечно, заглянуть... Просто интересная параллель, я действительно очень часто встречаю на своем пути романтиков, дефис коммунистов, поэтов, дефис коммунистов. У нас всякого коммунистического творчества, вот просто тоже море, море, море. Кстати, за свою жизнь я повстречал даже прозаиков коммунистов, фантаст-прозаик, фантаст-коммунист. У чувака, в общем, в воображении космический советский десант... Он пишет, кстати, в современности, он сейчас, мужик, пишет это, да? Советский Союз в итоге снова объединился, и космический советский десант отправился в космос, чтобы убивать злых жуков в космосе. Ну, вы понимаете, на что это, во-первых, отсылка, откуда он черпает свое вдохновение, с каких американских фильмов про жуков. Вы, наверное, тоже их смотрели в детстве, как и я, да? А, во-вторых, ну, вы понимаете, насколько это смешно. Я не помню имени Будлогоп, я не запоминаю имена людей, которые пишут такую хуйню. Но просто факт. В словаре поискать точное определение, что же означает само слово романтик. Но это так неромантично. Поэтому, если позволите, я просто опишу на уровне ощущений, что ли. Романтик — это человек, который никак не может ужиться с миром, в котором так много зла и несправедливости. Не может ужиться, но при этом не согласен ни сдаваться, ни примиряться, ни избегать мира, как, допустим, чистые декаденты. Романтик, наоборот, испытывает и смятение, и растерянность перед окружающей его тьмой. Он стремится утвердить доброе и вечное, даже если это нереалистично. Романтик — это всегда бунтарь. Бунтарь против пошлости и примитива. Мечтатель и авантюрист, осознающий тщетность своего протеста и трагичной судьбы. Это прекрасные и очень живые люди, но так нелепо смотрящиеся на фоне современного мира. Не правда ли? Мечтатели, люди, чувствующие и вредные... Так проблема в том, что таких романтиков море. Вагон и маленькая тележка таких романтиков в разных направлениях. Вообще романтическая философия, она очень сильно повлияла на общество и до сих пор влияет. Говорить, что не влияет, ну, по-моему, глупость откровенная, ну и противоречит фактам. Время и любовь и цель жизни настолько остро, что никогда не довольствуются обыденной прагматичностью. Им подавая великие свершения. Практика критерий истины. Коммунистическое высказывание. Высказывание социалистов. Практика критерий истины. В корне является прагматическим. Идеальное общество, прекрасного человека. А в наше время куда все эти устремления приложимы? Ведь какие устремления считаются достойными молодого человека? Полететь в космос, изменить мир, построить что-нибудь, сотворить великое? Умоляю вас. Сделать бизнес, сделать бабки. Вот это, да, вот это современные цели. Где образовым подобием является Илон Маск. Это персонаж а-ля Железный Человек. Когда можно только изображать стремление в космос и ко всеобщему благу. Но при этом тебя будут воспринимать без усмешки, только если ты уже миллиардер. То есть образом теперь является не мечтатель и романтик. А миллиардер, который только для красного словца еще что-то пытается говорить о великом. Но пес с этим устремлением вверх. Романтики... Ну ее не забанили вроде бы. Такие же об идеальном мире на земле опекутся, верно? А какой тип общества, собственно, теперь принято считать идеалом? К чему надо стремиться? Справедливость, равенство и братство в мировом масштабе? Установить мир, в котором не будет угнетения? Да ладно. Идеалом для многих... Только может быть, может быть, наоборот, идеал общества, в котором будет угнетение. Может быть, такой идеал общества, в котором будет четкая иерархия, в которой кто-то будет занимать какие-то положения. Может быть, идеалистический и даже романтический настрой, основанный на концепции справедливости вообще-то, да? Где наиболее умные занимают наиболее высокие позиции. Наиболее одаренные, например, там, не знаю, становятся успешными учеными, правителями и так далее, так далее, так далее. Джон Доден не играл, не играл. И так далее, так далее, так далее. Ну, то есть, на самом деле, тут проблема-то заключается в том, что какие-нибудь, с одной стороны, национал-социалисты, а с другой стороны, коммунисты, у обоих великие цели, великие пожелания, великие устремления. Да и у многих капиталистов великие цели, великие устремления, великие пожелания, да? Они хотят, чтобы все в мире было хорошо и правильно, и чтобы все было справедливо, по большей части, хотят. И они следуют из этой справедливости, только справедливость оказывается для каждого своя, у каждого свои представления о справедливости. Например, кому-нибудь правому непонятно, а почему все должно быть поровну? Почему мы должны поровну давать всем и образование, и денег, и еды, и квартир? Почему все должно быть поровну? Спрашивает вас вот этот человек. Почему какой-нибудь алкаш, который ничего не делает, ни о чем не думает и никакой пользы обществу не принесет, например, Почему он должен получить столько же, сколько и трудолюбивый человек, который, в общем, ну, пашет на работе, который делает какую-то важную деятельность, и более того, делает незаменимую деятельность? Почему? Почему? Вот кто-то учился на физикоядерщика, а кто-то дворник. Почему они в теории, в идеале, должны получать одинаковую зарплату? И зачем тогда второму учиться на физикоядерщика? Непонятно. И какая здесь справедливость? Что за справедливость? Почему справедливость равно равенство? Непонятно же. Ведь, может быть, справедливость это равно получать по заслугам? Может быть, тогда мы должны создать такое общество, в котором человек, работающий над своими интеллектуальными способностями и какими-нибудь редкими навыками, действительно получает больше? Ну, например, Истин пишет, э, стопе, при коммунизме не будет пьяниц. Ну, с пьяницами просто в данном случае такой преувеличенный пример. Преувеличенный пример. Чтобы была видна разница, но на самом деле всегда будут люди, которые занимаются высококвалифицированным трудом и низкоквалифицированным трудом. Почему они должны по-разному, по-одинаковому, в общем-то, оцениваться непонятно. К чему здесь равенство? Многих, в том числе и в нашей стране, теперь является общество потребления. Комфортное и на вид безопасное. Заботливое, немного инфантильное общество. Вот что теперь вместо великих стремлений. Но ведь если присмотреться, то подобный рай в России – это максимально неромантическая, максимально бесчувственная идея. Это настолько прагматично, настолько, что от романтического идеала тут не остается буквально камня на камне. Это не общество, которое вдохновляет, о котором может мечтать романтик, читая настоящий живой человек, а общество, которое жаждет увидеть старик. Потому что прототипом такого рая является дом престарелых. Тогда, может быть, романтикам податься мечтать в искусстве. Там-то их точно примут. Но, знаете, проблема тут в том, что настоящий... Каждый второй долбоеб в искусстве тоже романтик. Искусство – это всегда вызов. Оно всегда рискует оскорбить, ранить чувства, рискует показать... Не читал манифест на Бомбера. ...боль, как есть, душевную или физическую. Оно рискует потрясти нас настолько, что современный комфортный мир покажется слишком бесчеловечным, и мы захотим выйти наружу из него. Но максимум, на что способны большинство авторов сегодня – это лишь безопасные темы. Ну, что-то по типу меньшинств или что там считается настоящим криком художника. Такое искусство напоминает не протестную площадь, каким бы хотел его видеть романтик, а скорее овощебазу, на которую овощи пришли посмотреть на другие овощи. И что по итогу? Как можно вообще сохранить хоть толику человеческого и романтического запала, когда герои сперва обязаны стать миллиардами? Какие мы хорошие, какие мы жертвенные, какие мы классные, какие все наши оппоненты, да, прагматики такие, ууу, какие они все плохие. Тут, в общем, попытка создать искусственную разницу между нами и не нами. У нас есть вот мы, мы коммунисты, допустим, да, а есть вот эти вот все остальные, вот эти вот все циничные, жадные, подлые, несправедливые. С другой стороны, вот эти вот жадные, подлые, несправедливые, многие из них, они точно так же, на самом деле, ощущают мир. Они со своей стороны тоже думают, вот смотрите, вот есть мы, христиане, допустим, а есть вот эти вот жадные, подлые, злые, отстойные совки, в которых никакой романтики вообще нет. Пустые, пустые безделушки, рабы, рабы коммунизма, да, мы-то свободные, мы в Бога верим, мы свободны. А они вот нет. А есть атеисты, сиентисты, которые точно так же думают, вот мы романтики, стремимся к космосу, хотим покорять вот этот мир, хотим узнавать больше, хотим, чтобы наука классно работала. А вот эти вот совки-то тупые вообще, тупые, грязные, злые, несправедливые, сколько зла натворили-то они. Вот. Вот это да, вот это да ведь, да, ну это же ужасно, ну это же просто ужасно. Это же просто ужасно, да, вот эти вот гадкие совки, еще и христиане здесь тоже думают, что они какие-то высокодуховные, на самом деле тоже пустые, скажут. Гардерами, а уж потом тренгете в высоком идеале, когда стремиться к так называемому идеальному обществу, это означает жаждать построить мир, неотличимый от салонтория для престарелых. Когда искусство напоминает не протестную площадь, а овощную базу. И да, опять-таки кажется, что романтикам тут не место. Но знаете, парадоксально, но на мой взгляд, даже этот токсичный постмир не сможет победить внутреннюю суть нашей культуры. Внутреннюю суть того самого простого человека. Видите ли, но наш человек всегда был на стороне настоящих романтиков, а не рациональных прагматиков. Всегда сохранял и, я думаю, сохраняет неизбывную способность и стремление к великому. И ладно, что невозможно, и ладно, что трагично. Мы стремимся к великому, а наши оппоненты к великому не стремятся, вот же они мудаки. Зато великая идея и великие идеалы. Вот это всегда было и останется сутью простого человека в нашей культуре. Ведь так, что романтики казались вымирающим видом истории, бывало уже не раз. Это Рылеев. И нет, он не будет в роковое время позорить гражданина Сан, но видит вокруг себя массу юношей, которые с его точки зрения не разгадывают свои судьбы и остаются бесчувственными и безучастными ко всему происходящему. То есть романтиков и в его время, видимо, тоже недоставало. Но, тем не менее, именно эти романтики вызывали трепет, восторг и вдохновляли человека. В эту же копилку пойдет и Кюхельбекер, и прочие с таким пафосом, устремленные ко всеобщему благу и собравшиеся, чтобы, как говорил Бестужев, возбуждать доблести сограждан подвигами предков. И после 14 декабря 1825 года романтики не перевелись. Да, пришел чуть больше пессимизм и даже трагизм, но романтики никуда не делись. Они остались... Собака спрашивает, развал СССР является доказательством несостоятельности коммунизма? Нет. Это один единственный конкретный пример. Ну, то есть, если вы хотите с помощью одного конкретного примера доказать, что нельзя построить коммунизм, вы действуете неправильно. Может быть, могло бы быть еще там 99 способов, там, не знаю, правильно или неправильно построить коммунизм, мы просто не знаем, какой из них правильный, например. Например, можно вот так это все выразить. Один способ не сработал. Мы можем с уверенностью сказать, что один из способов оказался несостоятельным. Но это не опровергает, в принципе, возможность построения коммунизма. Не опровергает. Поэтому только очень глупые люди говорят о том, что падение Советского Союза это доказательство того, что коммунизм невозможен. Нет, не это, не это доказывает. Не, Егор, дело не в самолете в данном случае, дело не в самолете, дело в обычной индукции. Люди, которые неправильно вот опыт индуктивный, в общем-то, воспроизводят, они говорят, вот этого одного примера достаточно, чтобы сказать, что вот коммунизм невозможен. Но это так не работает. Это очень вероятностное осуждение с очень ограниченной индукцией, понимаете? Один вариант, один вариант, короче, ну два, три, четыре, пять по всему миру, да, сколько коммунизмов реально провалилось пока что, социалистических проектов, несколько провалилось, да? Ну вот несколько проектов, собственно, и провалилось. Это индукция, состоящая из вот нескольких элементов. Несколько элементов, они как бы показывают, что вот таким образом построить, наверное, нельзя. А с другой стороны, с другой стороны, у нас есть неограниченное множество возможных проектов, просто неограниченное. про просто гигантское гигантское множество возможных проектов которые мы могли бы попробовать реализовать говорить о том что она уже доказано что среди них не будет коммунизма дает доказывать что вот коммунизм уже опровергнут но это просто неправильно это невозможно то есть все здесь все здесь все достаточно просто это просто неправильная индукция или сутью даже сердцем культуры и поскольку такие то есть когда речь идет о практике критерий истины как практика критерий истины да вот у нас не заработал да действительно здесь аналогия самолетом она работает достаточно неплохо если что ну то есть да вот смотрите мы попытались сделать самолет самолет не полетел и что мы тогда должны сказать ну все блять самолеты не могут летать давайте в общем-то перестанем мечтать о самолетах в общем все летать можно только на аппаратах которые легче воздуха типа там дирижабли воздушных шаров а самолет изобрести нельзя ну да мы сделали один самолет он не полетел второй самолет не полетел 3 не полетела может не надо больше может не надо больше есть аналогия на самом деле достаточно прозрачная но проблема заключается в том что коммунисты обычно не пытаются ее прояснить объяснить по каким принципам это аналогия работает почему эти рассуждения являются аналогичными потому что и в том и в другом случае имеет место индукция индукция вот в случае с коммунизмом она неправильно проводится обычно оппонентами да я же сарматы всякие смеются над тем давно самолет не полетел поезд не поехал да и как смешно на самом деле не так смешно если мы возьмем логическую форму из вот этого вот самолета и поезда да действительно если бы мы прекратили эти самолеты и поезда создавать пытаться но они бы никогда и не были бы созданы ну то есть у нас первый опыт первый опыт почти всегда будет ложен но не будет никогда не будет он в общем практически никогда он не будет действителен То есть никогда никакое техническое новшество, оно не заработает вот так вот, щелк и все. Там еще настраивать надо, с этим работать надо и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть возможен ли коммунизм? Хрен его знает. Хрен его знает, это просто недоказуемое высказывание, вот о чем я говорю. Но пока что не опровернутое, пока что не опровернутое. Провернуть его, наверное, будет очень трудно. Я не противник коммунизма, но и не сторонник коммунизма, замечу. Но то, что говорит Ритарха, это просто разделение на темное и светлое, разделение на добро и зло, на своих и чужих. То есть вот есть мудаки, они против меня, они злые, плохие, у них черные и злые сердца, они никого не любят, они злодеи, у них нет великой идеи за их высказываниями. Ну то есть это вот такой вот риторический способ рассуждения, понимаете? А мы молодцы, у нас высокие устремления, у нас все так классно, все хорошо. Вот это... Мы стали духом и сутью своего времени. Тот же Пушкин или Лермонтов. У Михаила Юрича противоречие между идеалом, которому просто необходимо стремиться всякому романтику, и окружающей его реальностью достигает невероятного размаха. Как, например, в драме «Странный человек» Михаил Юрич так и пишет в предисловии. Справедливо ли описано у меня общество? Не знаю. По крайней мере, оно всегда останется для меня собранием людей бесчувственных, самолюбивых в высшей степени и полных зависти к тем, в душе которых сохраняется хоть малейшая искра небесного огня. Как вы понимаете, проблема романтика всегда одна и та же. Они всегда не в чести и всегда находятся на грани исчезновения. Супротив общества, которое является собранием людей бесчувственных. Однако, и тут я настаиваю, Лермонтов все же драматизирует. И до, и после него оставалось немало людей, в душах которых сохранялась искра небесного огня. И это всегда было важно. Всегда было важно сохранить в себе романтика и для поэта, и для простого человека. Потому что, если мы перелистнем страницы истории, где останутся и Тютчев, и Некрасов, и Толстой, и вообще их век, то мы увидим, что к 20 веку романтики и все светлейшие устремления по итогу могут победить. Пусть и на время, но все же могут. Вспомним хотя бы Блока, или Белого, или Максима Горького. До всей задачи его творчества было устремление пробудить... Кого его? Вспомним Блока, Белого, еще кого-то вспомним. Его задачи. Чьи задачи? Человека без чувственного и равнодушного сна. Вытолкнуть его из несправедливой и унизительной реальности ввысь. Таковы его герои. Всегда трагичные, всегда романтичные, всегда великие. И что самое интересное, всегда из простого народа. То есть живущие среди нас и сохранившие в себе романтический запал, и, говоря с строками Лермонтова, сохранившие искру небесного... Ну, к Саше Белому я нормально, кстати, отношусь. Он приемлемый поэт. Ну, то есть у него есть хорошие стики. ...весного огня. Алексею Максимовичу однажды корреспондент задал вопрос. Неужели вас не возмущает цинизм современной жизни? И Горький ответил, что люди, которые знают, что народ есть неиссякаемый источник энергии, единственно способны перетворить все возможное в необходимое, все мечты в действительность, эти люди счастливы. Ибо в них всегда было живо творческое чувство своей органической связи с народом. Ныне это чувство должно... А Саша Шедов и еще, короче, спектр нет. Ладно, шутка. ...прости, наполнив их души великой радостью... Приветствую, трактир знаний, приветствую. Вот, наконец-то, я поздоровался раньше, чем вы даже... Привет, трактир знаний. Ребят, все вместе напишем трактиру знаний привет, потому что он обычно обижается на то, что с ним никто не здоровается. Давайте все поздороваемся с трактиром знаний. Приветствую, рад видеть. Рад видеть, что вы вернулись. ...творчество новых форм для новой культуры. Это тоже стремление романтика, воплотить все мечты в действительность, наполнить души великой радостью для сотворения новой культуры. И именно этот романтический порыв находил отклик, потому что никогда так не было и не станется, что на Руси окончательно победит меркантильный прагматизм. Потому что романтический тип героя всегда будет для нас самым чистым и самым важным. Да этот романтический запал и не уходил потом никуда. Вспомним ныне позабытое время «Вперед Катаева», где герои просто пронизаны энтузиазмом, тогда еще не фальшивым, кстати, и стремятся с размахом воплощать идеалы нового времени, который неизбежно ведет в прекрасное завтра. Или того же Шолохова, своего знаменитейшей поднятой целиной. Это же не просто похвала эпохи, наоборот, это честное изображение времени со всеми... Ну, у Гитлера тоже там была своя литература, кино, это честное... Это честное непосредственно изображение времени. ... всеми противоречиями... Ща, Вульф Кинг, сейчас мы, в общем, закончим с ретарха, я вам объясню. ...чьими потерями и утратами, со спорами и конфликтами, но все же в стремлении воплощать идеалы. Это весьма и весьма романтичное устремление. Но потом, конечно, война, время оказалось бы не для романтиков, но и после этого страшного периода и Симонов, и Фадеев, скажем, молодой гвардии. Это же осилит духа, о небывалом мужестве и самопожертвовании, причем поднимающемуся снизу, из духа и сути тех самых простых людей, на самом деле оказавшимся не такими уж простыми в сложный момент истории. Ну а потом космос. По-моему, она никто. Она не литератровед, не филолог, она просто никто вроде бы. Это вообще время романтиков и стремлений вверх-высь во всех отношениях, как физически, так и духовно. И как мне кажется, не только сутью той эпохи, но я настаиваю вообще сутью нашей культуры, является... Не, я просто не являюсь большим сторонником, умножения противоречий между учениями, причем риторических противоречий. Мол, мы молодцы, а они не молодцы. Это неправильно. Это неправильный просто подход. Это подход, в котором нет ни капли понимания. Подход, в котором нет ни капли понимания, ведет в итоге к всяким противостояниям, в том числе интеллектуальным, иногда даже физическим, конечно. Иногда даже физическим. И в итоге это выливается во всевозможные проблемы, в том числе в те проблемы, которые были у коммунистов в Советском Союзе. То есть массовые расстрелы несогласных, убийства, 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 я не знаю, колыма опять же, да, ссылали людей в лагеря разные. То есть вот с чего начинаю, вот это непонимание, понимаете. То есть нет, чтобы организовывать прекрасный мир будущего, при этом слушая своих критиков, оставляя их в стране, не высылая их на философском полопроходе в другой мир непосредственно. Ведь можно же все было реализовать иначе, можно было бы работать по другой модели. Но, к сожалению, вот такого рода романтизм и непонимание, и попытка увидеть в себе все самое великое, самое лучшее, самое хорошее, и при этом попытка показать, что вот у твоих оппонентов нет ничего великого, хорошего, просто циничные ублюдки, пустые, вообще как бы игрушки дьявола, сатана, есть же и убить их надо, да. Вот это проблема, вот это проблема. И к этой штуке, естественно, почему-то стремятся все, и христиане, и саентисты, и атеисты, и коммунисты, и капиталисты. Все стремятся к такой модели поведения. Это очень плохая модель поведения, на мой взгляд. И в итоге она на всех нас очень сильно будет отражаться в эпохе, в эпохах последующих. Будут большие-большие, гигантские просто проблемы у людей с пониманием друг друга. Постоянно. Из-за вот такого вот подхода. Это неизбежное стремление романтика к великим свершениям. Наплевав на трагизм, наплевав на обыденное, наплевав на то, что невозможно. И мне кажется, что лучше всего этот дух романтика, всегда живущий в нашем человеке, передал Булата Куджава в своем бумажном солдатике. Один солдат на свете жил, красивый и отважный. Но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный. Он переделать мир хотел, чтоб был счастливым каждый. А сам на ниточке висел, ведь был солдат бумажный. Он был бы рад в огонь и в дым, за вас погибнуть дважды. Но потешались вы над ним, ведь был солдат бумажный. Не доверяли вы ему своих секретов важных. А почему? А потому, что был солдат бумажный. В огонь? Ну что ж, иди. Идешь? И он шагнул однажды. И там сгорел он не за грош, ведь был солдат бумажный. Такая бессмысленная смерть, скажут те, кто уже перешел на рельсы новых ценностей. Какая необдуманная, невыверенная, непрагматичная жизненная позиция все-таки у этого бумажного солдатика по меркам современности. Нерациональная, тем более... Так что, коммунисты это нерациональная позиция, хочешь сказать? То есть коммунизм не наука, да? То есть диалектический материализм это не наука, получается. Это просто какая-то нерациональная чушь, которую люди выдумывают и за которую борются ради какой-то призрачной справедливости? Серьезно? Серьезно? Ты об этом нам хочешь рассказать сегодня, поведать? Это нормально вообще? Ну то есть получается, вы просто тупые романтики, которые бросаются в огонь без какой-либо определенной нормальной реальной цели. То есть, по-моему, даже коммунисты так себя не позиционируют. Мне на самом деле, вот немножко, знаете, странным кажется вот это вот стремление некоторых коммунистов свести все к романтизму, потому что на самом деле, на самом деле, основная претензия как раз Маркса, марксизма, диалектических материалистов заключается как раз в том, что это наука, это логично и это как бы в итоге произойдет все... Все изменения, они произойдут хоть и благодаря революциям, но обязательно произойдут, естественно, и ничего от этого, ну... И ничто это не остановит, в общем-то. ...не за гроша, по какому-то внутреннему стремлению сердца, какая глупая, бессмысленная романтика. Ранимый, смелый... А много Маркс писал про стремление сердца вообще? Уверенный, жертвующий, устремленный к великому, даже если этого никто не оценил. Это всегда был и есть дух нашей культуры. Каждого простого человека. И да, возвращаясь к вопросу, который мы поставили в самом начале, зачем же нам сохранять в себе частичку наивного романтизма? Тем более, что, как показывает современность, можно и иначе. Мы можем жить без этого трагизма, без устремлений к великому, без вдохновенных идей. Это все не нужно нашей культуре. Мы можем по-нормальному, как принято. Мы можем жить иначе, скажут нам. Да, мы можем жить иначе. Вот только это самое иначе, это уже не мы. Ну, вы понимаете, как я отношусь к тому, что было сказано. Да, ну, очень дешевая, глупая риторика, по большей части. Причем, риторика, направленная на довольно плохой аспект жизни, мировоззрения. Это очень вредное, вредное видео, на мой взгляд. То, что 7 тысяч лайков, ну, это подтверждает, что имеется, как минимум, по крайней мере, почти 8, ну, почти 8 тысяч людей, да, у которых большие-большие-большие проблемы с головой. Ну, то есть, вот эти люди, они будут нас убивать, короче, потом в итоге, за свои великие цели. А, на Усёмина даже была круто. Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, если мы гореть не будем, то кто же здесь рассеет тьму, блядь? А, а, а? Да. Так, Истер, это как раз ролик и есть про репрессии и контрреволюции. Вы просто не понимаете, что репрессии и контрреволюции это следующий шаг после этого ролика. Все репрессии, они следуют из этого ролика. То есть, именно содержательно, содержательно, вот этот ролик есть начало. Есть начало для того, чтобы начать контрреволюцию, убийство людей несогласных, потому что проведена черта, строгая черта, да? Между своими и чужими. Свои хорошие, потрясающие, у них высокие, хорошие, добрые цели, а чужие циничные мудаки, которые хотят все это как бы уничтожить. Это плохая эпоха, плохие люди, не настоящие люди, не живые люди. Понимаете, вот уже четкое разграничение. Теп, темное, светлое. Когда христиане так делают, это тоже заканчивается как бы различными убийствами. Спасибо, старый клоун. Ссылка удалена. Спасибо. Спасибо большое. О, как стать свободным от общества Дугина? Окей.